всем привет друзья я приветствую вас на моем канале алекс баянов тире алекс титанов второй день моего соло отпуска идет дождь и угадайте куда я еду на велосипеде разумеется а я еду купаться на море вы спросите почему в дождь потому что я не нормальный короче потому что я запланировал и у меня всего одна неделя отпуска и каждый день расписан и если не сегодня и у меня стоит в плане в отпуске съездить на велосипеде на пустынный пляж и покупаться там вчера я ездил соточку сто километров проехал сейчас ощущается задница болит ну и все подустал конечно я вчера с непривычки сотку ездить вот поэтому сегодня небольшое расстояние по возможности два тайника выписал координаты двух тайников в лесу найти два тайника выход на пустынный пляж покупаться сегодня я взял вещи вы спросите меня почему я вчера не покупался когда было шикарная погода вчера реально жарко потому что у меня не было запасных вещей полотенце и ни хрена не было с собой я бы ехал мокрый еще хрен знает сколько километров это не совсем приятно можно было бы конечно сегодня пораньше выехать как обычно с утра я приходил в себя потом я делал себе кушать потом я записывал монтировал видео загружал выгружал просматривал отснятый материал и таким образом я дотянул до часу дня сейчас час дня а в четыре в пол пятого мне надо и русу забрать не знаю у меня на все про все три с половиной часа туда ехать 21 километр плюс искать тайники плюс покупаться вряд ли я успею поэтому ей просто надо свою машину отдать на техослуживание соответственно и у нас забрать со стрелом ну в принципе мы можем потом вдвоем вечером поехать и оставить ее машину это не проблема можно было бы сегодня и раньше выехать можно было бы вообще не ехать но это все в рамках втягивания вкручивания велосипед чтобы концу недели проехать какое-то значительное расстояние для меня разумеется а именно я запланировал в пятницу знаю какая будет погода в пятницу надо еще раз посмотреть по моему дождь он мне конечно не помеха лучше без него вот и получается позавчера полтинник позапозавчера полтинник позавчера 10 15 километров вчера 100 километров сегодня будет 40 45 километров завтра не знаю возможно даже пауза в четверг поеду ширин с велосипедом и там покатаюсь до 100 километров даже наверно до 50 просто вокруг ширина за а в пятницу чтобы не переутомиться а в пятницу уже поехать что-то серьезное это такой план иногда мне кажется что больше ста километров или 150 максимально я уже на этом велосипеде не проеду я сегодня встал такой ты придурок вообще сам себе какие 200 километров посмотри ты я сегодня так плохо спал караул вот мы посмотрим пока мисс план такой а как там все это срастется получится хотелось бы в своем отпуске что-то проехать значимое уже стала традицией в августе каждый год в августе я серьезно так налегаю на велосипед и какие-то такие более-менее нормальные расстояния вижу в августе почему-то у меня получается что у меня неделя отпуска самостоятельного вот друзья что еще а купил заехал только что еще энергетических напитков баночек этих взял и сдал вчерашние две банки дозы чтобы беспаливо потому что и русская блин ты чё на ну я их приволок думаю жалко каждые 25 центов нафига короче я x я их сдал чтобы не палиться и у меня было две вчера я покупала сегодня купил 5 но эти какие-то здесь у нас магазине подороже из баночки поменьше в принципе вот эти огромные банки которые я вчера покупал пол литра это слишком много я вот уже доза ты ее обратно не закроешь не закрутишь приходится ее выпивать сразу всю за 1 пол литра как-то наглана эти пола по 330 и там их 45 видов как раз самое то в общем я заготарился энергетиками идет дождь я еду купаться искать тайники вот такой вот план друзья что дождь вроде угомонился я успел правда промокнуть но не страшно в целом тепло топлю остановок не будет прямо до тайника по-быстрому найти тайник один-второй быстро окунуться обтереться переодеться попить энергетика это для меня теперь как некий пилону а поощрение моих велопоездках будет энергетика фига себе ни черта себе я таких гигантов еще не видел альта шведа гугу гугу это мухоморы походу просто огромные ну это просто какой-то ядерный взрыв же поломали походу много было он палочек может раз два три 4 5 6 только поломанных ног вот это гигантик прикольно прикольно это да али трактора он пронесся мимо меня со скоростью 50 километров сейчас по полю в общем дождь закончился здесь край бюрица походу его и не было все сухо за задница у меня просто отваливается после вчерашней покатушки мне осталось 10 минут буквально до тайника я уже успел я обсохнуть опять солнце вышло ништяк в лес лежаю в лес кстати я еду туда те края где мы с имели тогда заблудились а года два назад два или три года назад вот тут между украины грааль мюрис и росток мы с ним тогда заблудились а тогда мы вышли сейчас нажму на паузу книгу надо музыку в ушах выключать когда что вещаю на камеру потому что я сам себя не слышу что я говорю данном случае я книгу слышу и не понимаю что говорят в книге и не слышу что сам говорю я что хотел сказать что это тот самый лес где мы заблудились и я хочу сейчас заехать на тот самый пляж где мы тогда были пляж абсолютно пустынный очень невероятно очень красивый и в то же время подозрительный потому что там еще было пару парочек мужского пола то есть там крутились а какие-то чуваки закарали парочками и него не одной женщины там было абсолютно человек пять все мужики что за фернштартинг в лесу происходит вот все бы ничего дождь закончился вышло солнце но появилась другая проблема ветер я вспомнил что я смотрел ветер прогноз погоды прогноз погоды и 4 с четверга по-моему начинается ветер четверг пятница будут ветреные и можно забыть о каких-либо рекордах если будет ветер потому что если дождь то это не страшно но если ветер то можно даже не пробовать как что-то проводится я слышу что они рубят там лес не рубят а пилят хоть филюнг дурь ганг ферботан дурь ганг куда в лес так-то не застаник что искать или по этой дороге 50 человек стоят пилят одно бревно ехать нельзя пошли в баню надо обратную дорогу другой дорогой поехать вот и собственно говоря такая вот история что хотел сказать что хотел сказать что это тот самый лес где мы заблудились и вот с этим вот сумасшедшим по оборотникам и я хотел бы на тот самый пляж сейчас попасть хотя не уверен что это больше потому что до тайника я уже приехал буквально через 200 метров а пляж значительно дальше ближе к ростику мы посмотрим поеду через лес сейчас найду эти пару тайничков найду не найду как получится поеду искать этот пляж вот такая вот у нас погода то есть если ты смотришь у нас она очень быстро меняется всегда на поберег на побережье все это собирать здесь тайник спешиваюсь у нас очень переменчивая погода если ты смотришь в окно ты собрался ехать на велосипеде смотришь в окно и там идет дождь это вовсе не повод отменять велопокатушку велопрогулку потому что вполне возможно что ты сейчас выедешь дождь и через 15 минут опять выйдет солнце будет жара вот сейчас опять затянуло 10 назад было солнце прямо так что здесь я глазам своим не верю и даже то что прогноз погоды в интернете показывает тоже можно не верить вот он там сейчас стоит типа с 12 до 5 дождь 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 вот нет дождя нет дождя так что в нашем переменчиваем погодном регионе приходится ездить всегда в любую погоду любым окошечком пользоваться все хватит болтовни смотрю координаты еще тайник так читаю задание описание тайника описание тайника гласит следующее вот такой вот сейчас я буду пить вот такой вот энергию описание тайника так взрываем не падает с 2016 года грааль мюрити работа работает бегун по дюнам не знаю что это значит бегун по дюнам кто-то кусается бегун по дюнам это можно как-то не всовывать у меня ничего пока что я читаю это беговое мероприятие в октябре старт и финиш парк роду дендронов в гранд мюрити здесь есть такой парк рода дендра такие цветы красивые кусты красивый парк они цветут весной там просто красота рода дендры называться на беговые дорожки разные протяженности проходят через прибрежный лес высокие болота и вдоль набережной с эстафетной командой бомбель уже присутствовал на этом беговом мероприятии мы надеемся бомбель это видимо чувак который спрятал этот тайник так его зовут мы надеемся что будет еще много бегунов по дюнам что это дубовая лес может вырасти вдоль велосипедной дорожки да вот здесь вот дубы сейчас покажу посажены сможет верти вдоль велосипедной поскольку наши бортовые журналы водонепроницаемые пожалуйста не ставьте на них штампы дополнительная подсказка просто наклонись окей вот там дубы дубы посажены вот там вдоль дорожки посажены дубы просто наклонись значит не надо точные координаты потому что можно просто наклоняться по всему лесу точные координаты у нас черти их у нас точные координаты находятся с правой стороны энергетик лезет с меня я подозреваю вон там вот где-то здесь вот где-то здесь это здесь эксакт я его нашел вот он почему-то с открытой крышкой какой идиот забыл закрыть крышку а ну как так можно посмотреть те балбесы а они только написали они у нас водонепроницаемые не ставьте штемпель штемпели раз прорываются размываются так пошел я за ручкой воду я напугал малюха мужика который здесь такой шум пришел даже это билем не назвать когда лазил потом искал тайник а потом нашел сам с собой что-то разговаривал щеманулся за ручкой и он бежал бежал такой раз остановился такой смотрит на меня блин пытаясь понять мои дальнейшие действия просчитать Альзо заполняем я поменял ник на алекс титанов к сожалению собаку в начале поменял ник на геокетчерской странице наш геокетчерский ник тип собачку впереди алекс нижнее подчеркивание титанов не пропускает собачку поэтому пришлось оставить просто алекс нижнее подчеркивание титанов это адрес мой адрес на ютюбе моего youtube канал не знаю какое сегодня часов наверное пятнадцатое но может быть шестнадцатое все погнали искать следующее это был 116 тайник по счету катастрофа вот на этой дорожке прямо уединиться вообще невозможно тут тут вот народу вот и пока я здесь этот тайник искал заполнял нар человек 100 проехал лучше не знаю что это за дорога здесь такая в лесу народу туристов велосипедистов тьма надо написать что крышки нету владельцу тайника отписать чтобы он крышечку организовал это жалко это нехорошие место хорошее все промокнет размокнет третий тайник не стал я искать потому что они там какие-то у них там занятия мероприятия они цепили там лес и это прямо возле них взял другой объехал их вокруг другие координаты другого тайника я уже даже вижу где он спрятан вон где эти палки вон навалены явно не натуральным образом отдела рук человеческих но на всякий случай для интереса почитаем описание тайника поскольку название цито происходит от этого и мы всегда сохраняли его таким с последними сито конечно для этого сито также есть кэш хер его знает конечно мы хотим использовать этот тайник чтобы привлечь внимание к акции граждане за деревья которые каждый осень проводят управление лесного хозяйства ростока вот конечно мы хотели бы поблагодарить всех трудолюбимых трудолюбив трудолюбивых помощников которые 20 октября 2018 года 5 лет назад на секундочку посвятили небольшую часть своего времени природе и нашей прекрасной пустоши росток получайте удовольствие от поиска и наслаждайтесь спокойствием и разнообразием природы в пустоши подсказки нету хорошая пустошь но это так просто переводчик переводит на ручку сразу взять я не думаю что здесь будут сложности с поиском так так алё тайник ты где так либо вот здесь где-то ну здесь нет либо вон там получать они здесь и не там интересно как так я просчитался что ли алё 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 и подсказки никакой нету и я думаю это будет блиц крик и я такой цак по баррику нашёл так придётся смотреть координаты более точно вот здесь тропинка здесь явно ходили люди альзо увеличиваем и что мы имеем в результате получается нифига себе на рост на дереве огромный что гео тайник он же гео тайник находится явно не здесь душно скоро опять дождь пойдёт и не здесь есть халю 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 тайничишка ты где ау зачем же так вот прятать меня Мамма-мамма нашел я тайник вот он красавчик где-то да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да и его прямо засыпало стружкой мне интересно за сколько дней это его засыпало потому что здесь наверняка кто-то был буквально вчера потому что сейчас лето туристов много приезжих много и тут прямо толпы людей ходят находит и мне интересно вот эта стружка это самого дерева прямо сыпется или это какие-то грызуны насекомые вот этим заниматься но неважно заполняем лук бух который уже полностью полный запах от него как от чего-то чтобы долго сырое все вообще полное вот сюда сейчас запишу кусочек есть свободного места ручка походные условия полевые а собственно говоря я же могу с собакой здесь писать все а с с с с все равно не помещается все друзья пакую еду искать пляж пустынный хотя мне кажется сейчас пустынок лежи еще нету что там столько народу в этом лесу гулял кстати где-то мой госпит то все погнали и